Около часа назад завершилась переигровка, пожалуй, самого обсуждаемого матча в истории хоккея с мячом. Встреча архангельского водника и иркутской Байкал-энергии, в котором было забито 20 автоголов. Спортивные чиновники и болельщики называли эту встречу клеймом на российском бенде. Скандальный результат в итоге отменили. Чем же закончилась переигровка и чем закончился, собственно, сам скандал, расскажет Александр Терехин. Саш, ну в этом матче обошлось без странных голов. Нормально играли? Дарья, как ты уже сказал, ни один матч в России по хоккею с мячом еще не вызывал такого ажиотажа. Да этот, наверное, не привлек бы к себе столько внимания, если бы не обстоятельства предыдущей игры. 20 автоголов забили водник и Байкал-энергия неделю назад. Поэтому сегодняшняя встреча, конечно же, всех очень сильно интересовала. Здесь были представители всех крупнейших российских СМИ, не только спортивных. Результат предыдущей встречи, конечно же, по понятным причинам аннулировали. И сегодня всех интересовало, как поведут себя команды. Никаких автоголов, конечно, не было. Не было никаких даже намеков на нечистую игру. Команды забили 7 мячей, 20 раз били по воротам. Причем по своим сегодня никто не ударил ни разу. Также всех очень сильно интересовало, что же скажут представители команд свое оправдание по поводу первой встречи. Мы поговорили с руководителем водника, потому что к этой команде было больше всего вопросов. Потому что в случае поражения в первом матче они бы попадали на более слабого соперника, чем могли бы. И поэтому для них поражение было более выгодно. Поэтому их обвинили в сдаче игры. Но нам представитель команды сказал совершенно другое мнение на этот счет. И вот предлагаю его прямо сейчас послушать. Впрочем, мнение на этот счет разделились. Некоторые представители Суперлиги поддержали руководителей водника. Кто-то наоборот, например, игрок Байкал Энергии Евгений Иванушкин назвал предыдущую игру несмываемым позором на весь российский хоккей с мячом. Но звучали даже более радикальные призывы, например, расформировать команду Водник. Но как бы то ни было, сегодня Водник проиграл все равно со счетом 3-4. Пускай и в упорной игре, но с его результата, можно сказать, добился. 4-3. Победа Байкал Энергия. И вот такой результат был в абсолютно чистой борьбе. Илья. Саша, ну все осуждали. В итоге как-то наказали участников той первой игры. Ну и, собственно, этой же второй. Да, конечно же, два представителя от команд были дисквалифицированы на долгие сроки. Команды оштрафовали на 300 тысяч рублей. А игрок, который забил 11 автоголов предыдущей встречи, сегодня не принял участие. Его дальнейшая судьба, его спортивная карьера, наверное, сейчас находится под вопросом. Будет уже решаться в каких-то дисциплинарных комитетах. Но вот пока вот такая информация. Надеемся, что больше в нашем спорте никаких подобных инцидентов не будет. Да, Саша, спасибо. Александр Терехин с матча по невольно ставшему в последнее время популярным хоккею с мячом.